Добрый вечер, это программа Пульс дня в студии Артем Андросов. Здесь, как обычно, мы обсуждаем новости и их последствия. Во время продолжавшейся более семи часов встречи в здании Минобороны Израиля в Тель-Авиве, госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяку были застегнуты воздушной тревогой и были вынуждены на несколько минут укрыться в бункере. Блинкен вернулся в Израиль после поездки по нескольким странам Ближнего Востока в надежде добиться прогресса в урегулировании разворачивающегося гуманитарного кризиса в секторе Газа, а также в стремлении предотвратить расползание конфликта, начавшегося с атаки боевиков Хамас на Израиль 7 октября. За время ответных израильских атак по боевикам Хамас в секторе Газа, по последним данным, погибли 3000 человек. После встречи с госсекретарем США министр обороны Израиля Иоав Голланд сказал журналистам, это будет долгая война, цена ее будет высока. В воскресенье Блинкен посетил Египет, где сообщил о планируемом открытии контролируемого египтянами пограничного пункта. Однако соглашение о ввозе гуманитарной помощи и выезде некоторых категорий граждан с территории сектора Газа пока не достигнуто. Вашингтон перебросил авианосную ударную группу в восточную часть Средиземного моря и собирается в ближайшие дни перебросить в регион еще один авианосец, что, по словам Блинкена, является сдерживающим фактором, а не провокацией. Министерство обороны США отобрало около двух тысяч военнослужащих для потенциального развертывания в поддержку Израиля, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Пентагоне. По словам чиновника, перед военными поставлены задачи по консультированию и медицинской поддержке. «Участие американских солдат в возможных боевых действиях не предполагается. Пехоту в состояние готовности не приводили», — уточнил собеседник журналистов. В настоящее время войска дислоцированы как на Ближнем Востоке, так и за его пределами, в том числе в Европе. Как отмечает Wall Street Journal, остается неясным, при каких обстоятельствах и где США могли бы разместить войска. Однако решение Пентагона свидетельствует о том, что администрация Джо Байдена готовится поддержать израильскую армию в случае наземной операции в секторе газа. «Большинство американцев хотело бы, чтобы США помогли эвакуировать палестинское гражданское население из сектора газа в условиях войны», — показал опрос Reuters. Результаты двухдневного опроса, завершившегося в пятницу, показали, что 78% респондентов, в том числе 94% демократов и 71% республиканцев, согласились с утверждением, что американские дипломаты должны активно работать над планом, позволяющим гражданским лицам, спасающимся от боевых действий в Газе, перебраться в безопасную страну. Не согласились с этим утверждением 22% респондентов. Поддержка Израиля в этом конфликте со стороны американской общественности выглядит более сильной, чем в 2014 году. Тогда, когда израильские войска вошли в Газу в ходе столкновения с Хамас, 22% респондентов ответили, что США должны поддержать Израиль, а 2% поддержали палестинцев. Израиль в новом опросе получил наибольшую поддержку среди республиканцев. 54% представителей этой партии поддержали позицию Израиля. Среди демократов Израиль поддерживают 37%. Значительная часть участников опроса поддержала другие позиции в конфликте, в том числе 27% респондентов заявили, что США должны быть нейтральным посредником, а 21% — что США вообще не должны играть никакой роли в конфликте. Примерно 40% респондентов в возрасте до 40 лет заявили, что США должны быть нейтральным посредником, что приблизительно вдвое больше, чем 19% опрошенных в возрасте 40 лет и старше. Респонденты моложе 40 лет также меньше поддерживают Израиль, чем американцы старшего возраста, что может быть тревожным знаком для Израиля, который давно опирается на помощь Вашингтона, выражающуюся в поставках вооружений и дипломатической поддержки. За поддержку Израиля высказались 20% респондентов моложе 40 лет по сравнению с 53% респондентов старшего возраста. 45-летний выходец из Туниса, подозреваемый в убийстве двух граждан Швеции в Брюсселе, скончался от ранений, полученных им во время перестрелки с полицией, сообщили бельгийские СМИ. Мужчина, получивший огнестрельное ранение в грудь, скончался в больнице. Федеральная прокуратура Бельгии подтвердила, что виновник стрельбы в Брюсселе скончался, сообщил во вторник кризисный центр страны. Ранее в интернете появилось видео, на котором предполагаемый преступник взял на себя ответственность за инцидент, заявив, что является членом исламского государства. Министр внутренних дел Аннелли Сверлинден заявила, что оружие, с помощью которого были совершены атаки, было найдено сегодня утром на месте ареста этого человека. «Мы проверяем отпечатки пальцев, чтобы быть на 100% уверенными», – подтвердила она. Во время инцидентов в понедельник стрелок также ранил еще одного гражданина Швеции. Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро назвал произошедшее жестокой террористической атакой. Власти повысили уровень безопасности в столице до самого высокого уровня, увеличив присутствие полиции. Нападавший и просивший убежище в Бельгии в ноябре 2019 года был известен полицией в связи с торговлей людьми и незаконным проживанием в стране, сообщил министр юстиции. В августе Швеция повысила уровень террористической угрозы до второго по значимости, после того, как сожжение Корана и другие действия против священной книги ислама возмутили мусульман и вызвали угрозы со стороны джихадистов. Бывший президент Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что согласился бы занять пост спикера Палаты представителей Конгресса на короткий период, чтобы стать своего рода объединяющей силой республиканской партии, пока законодатели не примут решение о том, кто займет должность на постоянной основе. «Меня попросили выступить в качестве объединителя, потому что у меня много друзей в Конгрессе. Если они не получат достаточно голосов, они спросили меня, не рассмотрю ли я возможность занять пост спикера до тех пор, пока они не найдут кого-нибудь на длительный срок», заявил Трамп в интервью Fox News Digital. Экс-президент уточнил, что сделает это не потому, что хочет, а потому, что так необходимо. После отставки Кевина Маккарти заявки на пост спикера подали председатель комитета Палаты представителей по вопросам судопроизводства, республиканец Джим Джордан из штата Огайо и лидер республиканского большинства в Палате Стив Скалис из штата Луизиана. Трамп не уточнил, кто его спрашивал о готовности возглавить Палату представителей, хотя ряд законодателей республиканской партии заявили, что предпочитают видеть именно его в этом качестве. Через несколько минут вернемся в студию и продолжим сразу после рекламы на RTN.